Привет, ребята! Не пугайтесь, это просто моя повседневная жизнь. Сейчас я планирую сделать блины. Сегодня суббота, я поздно встала и излюсь на себя за лето. Делаю блины по рецепту моей мамы. 4 яйца, сахар, 2 столовые ложки. Выпоминаем, девочки, ты рецепт можешь указать в описании. Делаю с добавлением. Немножечко соли, да, добавляем, прям щепочку, конфетчик. Сейчас мы это все размешаем. Самое интересное, что я не знаю этот рецепт наизусть, и поэтому всегда смотрю видео о кукинг с мамой, где мы делаем блины. В последний раз, когда я сделала блины на даче на карантине, получилось неплохо. Щепоточку соли. А еще сейчас я буду первый раз пользоваться вот этой, как ее, как ее звать, да. Миксером буду пользоваться первый раз сейчас именно вот этим. Примерно два таких стакана. Понял. Так, где этот стакан-то? Вот он. Отлично, ребята, все прям как на видео. Как же удобно. Знаете, кукинги, это просто кайф. На самом деле, мне нравится снимать кукинг именно с мамой, и было бы круто еще с бабушками снимать, потому что у них столько рецептов тоже классных, которые мне так хочется, чтобы, блин, я знала, умела приготовить. Такая я хозяйка, с ума скажу. М-м-м, один. Два. М-м-м. Интересно получится, специально вчера сгущенку купили. Блин, у меня видок, конечно, просто чудо. Знаете, мне так приятно, когда мне пишут, что я буду хорошей мамой, когда смотрят, как я с Вилочкой и все такое. И, блин, на самом деле, вот я могу много чего про себя сказать, в чем я там не идеально, допустим. Но то, что я буду очень хорошей мамой и хорошей хозяйкой, это 100%. И для меня, на самом деле, ну, это прям высшая похвала. Густые такие, надо будет, наверное, молока добавить еще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, ребят, мой вердикт. Блины получились не супер тонкие, но очень вкусные. Вот так, вроде, смотришь, какие-то тонкие получились, какие-то потолще, но в целом очень даже вкусненько. Я сейчас съела два блина, они очень сытные получились, я уже наелась. Вот, со сгущеночкой, смотрю по отсянок. Так что, в принципе, я молодец. Да, может быть, они не идеальны, но съедобно очень даже приличные блины. Всем привет, ребят! Новый день. Я не знаю, сколько прошло дней с того момента, как я делала блины. Наверное, дня три. В общем, рассказываю. Я думаю, что из-за того, что я опять испортила свой режим, хотя не знаю, поэтому или нет, но я почему-то не снимала влоги все эти дни, и я не знаю, что сказать. Наверное, я делала большой упор на инстаграм, в сторис. Я знаю, что вы скучали по моим влогам, поэтому надеюсь, что этот влог вам тоже понравится. Он будет, наверное, домашний. Не знаю, сегодня у меня в планах покушать. Я заказала бургер Кинг, причем очень давно и очень долго его жду. Уже с ума схожу от того, как сильно хочу кушать, жду бургер. Еще должна прийти Надя, мы с ней хотим сделать пару фоточек. И сегодня в 7.40 вечером я пойду к дерматологу, записалась. Ой, я вижу своего курьера. Да, привет! Так что вот одна проблема решена. Сейчас я поем наконец-таки. Скоро придет Надя. И по поводу того, что я записалась к дерматологу. Я, знаете, в шоке просто с того, что я просто никак не могу взять себя в руки реально просто пойти по врачам. Это же так легко. О! Нужно просто потратить на это время. Так что вот. И еще сегодня в планах сходить в кино. Все, все мои планы. На сегодня. Вчера мы со Славой пофоткались немножко на телефон. В парке и в центре. Ну так, немного, буквально в одном луке. Фоточки уже выставила. Что еще новенького? Надо съездить на дачу. Так, пока Надя красится, расскажу вам про историю. Помните, я вам рассказывала, что у меня в хинкалях был таракан. И под тем влогом мне в комменты... Ты что, не в курсе? Что? Открываю, короче, хинкали. Они же в такой упаковке герметичной привозят. Ну, не герметичной, короче. Открываю. Там просто сварившийся таракан, приклеившийся к хинкале. Короче, мне в комментах начали писать ю... Ну, не все, но вот одна девочка точно, я помню, написала. Прям большой такой комментарий. Типа, зачем же ты рассказала? Что это за ресторан? Люди так зарабатывают. Тараканы это нормально. Тараканы везде. Потом кто-то мне написал. Типа, сразу видно, что девушка незнакома с реальной жизнью. Ну, типа, знаешь, я такая принцесса, что мне подавай еду без тараканов. Вообще, эти девушки. Совсем охренела. Вообще, я борзевшая. Нет, ну то, что они там бегают, еще вон. Половенья ресторанов так есть. Да, я понимаю. Я понимаю даже тот комментарий вот девочке, что типа, зачем ты рассказала? И все такое, блин. Ну, а что они не заметили? Ну, почему я должна морально пострадать от того, что вот такое? Очень интересно, что мне сегодня скажет дерматолог. Знаете, почему я наконец-таки собралась и записалась? Потому что я представляю, что если сейчас начнется вторая волна, я буду жалеть о том, что не сходила к врачу, когда можно было. Ну, скорее всего, и так можно будет. Когда очень много больных везде, и все сидят на какой-то самоизоляции, еще что-то не хочется выходить из дома лишний раз. Даже в, не знаю, больницу, поликлинику, не важно. Ну, и понятно, не только из-за этого. Мне безумно интересно, что мне скажет дерматолог. Потому что в прошлый раз, когда я приходила в эту клинику к дерматологу, все, что они сделали, это просто посмотрели, что мне другой дерматолог выписывал в этой же клинике. И сказал, о, да пользуйтесь этим. Но сегодня такое не прокатит. Если мне что-то такое скажут, я скажу, подождите, я хочу знать наверняка. Во-первых, я хочу кровь сдать. Я хочу, чтобы мне дали какое-то направление, чтобы я сдала кровь, не знаю, к эндокринологу. А что эндокринолог делает? Он как раз вот эти гормоны... Эдокринолог, да, работа уже лез. Вот мне кажется, мне он нужен. Ну что, собралась? Да, только тушь что-то не нашла. Вот она. Кстати, офигенная тушь. Эту тушь мне недавно подарили, и она просто офигенная. Она создает взгляд бэмби с эффектом накладных ресниц, и придает пушистый объем, и не склеивает ресницы. У этой туши бархатная формула с маслом ЖЖБА, и она мягко распределяется без комочков и обволакивает каждую ресницу. Легкая кремовая текстура с высоким содержанием ультра-черных пигментов добавляет взгляду выразительность и сохраняет элегантный изгиб на весь день. Щеточка распахивающей ресницы повторяет форму века, чтобы захватить и подкрутить каждую ресницу даже в уголках глаз, придавая эффект бэмби. Но, кстати, я тушью пользуюсь обычно на нижней реснице, и поэтому у меня всегда дома обязательно должна быть тушь. И мне очень важно, чтобы тушь не склеивала ресницы, потому что иначе взгляд будет таким грязным, неухоженным. Поэтому мне очень нравится именно эта тушь от L'Oreal. Наконец-то я до этого дошла, ребята. Я буду разбирать вещи, буду разбирать все, что находится под кроватью, пылесосить ту пыль. Короче, здесь очень много вещей. Которые я не понимаю вообще, для чего в этой жизни мне нужны. И также здесь. То есть я даже не знаю, что там. Я уже не знаю, даже есть ли там вещи, которые я хочу носить. Поэтому сегодня я собираюсь все это отсортировать. И что-то с этим делать. Кому-то отдавать. Разыгрывать, может быть, потому что у меня есть классные всякие платья. Тут должны быть, кстати. Там тоже куча всего. В общем, буду разбираться. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, я все еще продолжаю разбираться с вещами. Это просто дичь. Зато я очень много вещей уже вынесла в коридор. То, что я буду отдавать. То, от чего я хочу избавиться. Причем столько вещей собрала, знаете, которые у меня не знаю сколько лет хранятся. Я всегда думаю, что, блин, они мне нужны. И я так от этого устала. Мне просто хочется, чтобы сюда ко мне в квартиру пришло, не знаю, человека три. И просто вот устроить такую нераспродажу, просто забирать, что хотите. Вот, лежат вещи, что хотите, просто унесите. Это из моего дома. Но на самом деле я знаю, куда я это все дену. Я обычно всегда все отвожу маме, а дальше она уже там сама разбирается, кому что отдать. То есть, ну, я, честно говоря, не люблю вещи продавать. Для меня это, ну, нет, вот, типа, такие вещи, которые я носила, какие-то там кофточки. Ну, типа, я не вижу смысла их продавать, что за бред. То есть, мне всегда проще и приятнее их просто кому-то отдать, кому они нужнее, чем мне. Но если говорить там про какие-то дорогие, крутые вещи, то, понятное дело, что, ну, их, наверное, я бы хотела продавать. Хотя и то, у меня здесь очень много всяких классных платьев. Некоторые я даже не носила. И я их собираюсь тоже разыграть в, не знаю, в каком видео. Либо в этом, может быть, в конце, если я еще буду снимать другие дни. Либо, а так, скорее всего, будет. Короче, я их повешу на балкон и разыграю их в ближайших видео. Тоже так же, как недавно разыгрывала платье. Платье. Я заказала еду в ресторане Хинкали Гоги Ели. Что-то такое. Я ни разу там не заказывала еду. И я думаю, блин, ладно. Дам этому ресторану шанс. Вдруг он мне понравится. Буду там постоянно заказывать. Потому что вы знаете историю. С моим любимым рестораном. С тараканом. Я там больше не заказывала еду. И, блин, если бы я не увидела этого таракана, все, ок, было бы. Клянусь. Я бы вообще даже не задумывалась о том, что есть там таракан или нет. Но просто психологически я не могу там заказать еду. Хотя это сейчас единственный ресторан, где я знаю, что хорошая еда. Ну, типа то, что мне понравится по вкусу. Но я не могу просто. Я не смогу это есть уже. Короче. Заказала где-то час назад еду. Причем я много всего заказала. Блин, на дофига вообще. Там, типа, еще на следующий день что бы осталось. Там борщи, еще что-то. На сейчас там шашлыки, рыбу какую заказала. И в итоге я тут собираюсь. Разбираюсь вещами. Проходит где-то час с чем-то. Я не знаю. Я захожу в сайт доставки. Посмотреть, когда же приедет моя еда. Чтобы пойти уже там подготовиться на кухне. К торжеству. И смотрю, что заказ отменен. Я звоню в поддержку. Говорю, какого хрена. Извините меня. Добрый вечер. Простите, пожалуйста, поскажите. Почему мой заказ отменен? Мне говорят, что у ресторана большая загруженность. И типа, они сейчас вообще не работают на доставку. Поэтому отменен. Знаете, вот мне интересно. Какого твою мать? Вот представьте весь мат, который я могла бы сейчас сказать. Я его сейчас говорю про себя. Вот какого просто твари, просто собаки сутулы. Почему нельзя просто взять и убрать этот чертов ресторан из доставки? Чтобы я не сидела, твою мать, скотина такая, скотобаза. Полтора часа не ждала свою еду, чтобы потом зайти и увидеть, что ее не будет. Как же меня это бесит. Извините, у меня просто взрывается пукан. Я не знаю по-другому, как это назвать. Но какого хрена? Как же меня бесит вот этот сервис тупорылый. Кстати, мы досмотрели сериал «Форс-мажоры». И я вчера чуть не заплакала. Настолько я полюбила этот сериал. Просто кошмар. Концовка была очень классная. Знаете, обычно, когда ты заказ оформляешь в ресторане, тебе звонят и подтверждают твой заказ по телефону. То, что вот, вы заказали, туда-сюда, ла-на-на. Та-ра-та-там. Потом мне перестали звонить. И сейчас, когда я заказываю, мне уже никто не звонит. Просто я знаю теперь всегда, что еда придет. Тем более, тут написано, когда они там ищут курьера, когда готовятся, когда курьер в пути, и когда он, типа, уже у тебя около дверей стоит. И ты как бы следишь за этим. То есть не надо сомневаться, даже идет не идет. И я это понимаю, я это приветствую. Не надо меня беспокоить лишний раз. Я уже заказала еду, я уже ее твою мать оплатила. Не надо мне звонить и подтверждать, что ты хочешь подтвердить. Ну, вот. Но когда, твою мать, отменяют твой заказ, мне интересно. Почему бы не позвонить и не сказать, знаете, мы отменили ваш заказ. Ну, не поедите вы сегодня наши еды. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, ребят, вот все, что я собрала на данный момент в моей жизни. То, от чего я отказываюсь. То, что я повезу к маме домой. Там мы дальше будем уже разбираться, смотреть. Два пакета с обувью и все остальное вещи. Просто нереальное количество вещей. В комнате дичь. Просто дичь. Сейчас пойдем всю эту машину погрузим. Я приду, буду дальше разбираться. Но, в целом, стало намного лучше. Ну, короче, поменяла много чего. В общем, вам так особо не понять. Но места стало больше. Вот моя полка. Она вся была забита. Все освободила. Уже поменяла вещи. Те, которые сейчас я буду носить. И, ну, у Славы не особо сильно чего изменилось. Он все хочет носить. Так что вот. Сто лет не виделись. Миллион даже, я бы так сказала. Дожди, нет. Но мы виделись. Я приходила к тебе за сумочкой. Я, кстати, ее так и никакие распаковки не сняла. Дядя в долге. Мы с Кариной приехали от ресторана. Поэтому я такая нарядная. Даже стрелки сегодня нарисовала. И что? Ну, я приехала на такси. Что потом уехала на Карине. Чтобы выпить вина, мои хорошие. Заказала стейк с картошкой. Сидим, болтаем, обсуждаем. Музы, новости. Мы виделись после Лондона один раз. И после... Ну, я только недели полторы, наверное, в Москве. Так, вот та сумка, которую привезла мне Карина. Когда я во блоге сказала, что Карина купила мне сумку. Все начали писать в комментариях. Мне бы такую подругу, типа, купила сумку. Вот это подарок. Ну, нет. Да, Юли на митинге было куплено. Да, Карина купила. За доставку была очень-очень special. Да, за доставку спасибо, да. Прямиком из Лондона. Я эту сумочку не видела вживую, на самом деле. Я увидела черную, такую кожаную, когда покупала Dior. Но я рассказывала во влоге. И я поняла, что в бежевом это будет просто восхитительно. Тем более, что у меня есть черная, уже классная брендовая. Зачем мне еще одна черная от Prada. Поэтому, вот, мне она очень нравится. То, что здесь можно отцепить и носить ее как вечерний такой вариант. Маленькая сумочка. И как такой плюс-минус спортивный. Хотя, все равно из-за кожи она не выглядит спортивной, знаешь. Вот, все равно, даже с ремнем. Она по-спортивному. Ну, да. Да. Так что, вот, такой вот ремесочек. Она была не в коробке. Просто был пыльник у этой сумки. Не знаю, честно говоря, даже почему. Мне Катя сказала, почему. Она говорит, просто если можно с коробкой, надо говорить. Не всегда делать. А, нифига. Ну, ладно. По сути, что с этой коробкой делать? Я думаю, тяжело привезти с коробкой. Ну, с коробкой, да. Так что, вот такая вот малышка стоила денег. Сколько? Надо. Знаете, когда я покупала сумку Dior, мне мама говорит, никому в интернете не рассказывает, сколько она стоит. Потому что, ну, блин, это реально шок. Цена очень большая. Я почему рассказала? Потому что я подумала, ну, люди не тупые. Они же вот, если захотят узнать, сколько стоит вещь, они дойдут и посмотрят, тем более сейчас. Когда все это так, ну, легко, доступно. Найти, сколько еще стоит. Ну, да, это не дар, а найти из тысячи вещей одну. Это Dior, там всего позиции. Тем более долго. Я считаю, что это одна из самых популярных. Чего там искать, думать даже нечем. Поэтому я рассказала. И я уверена, что если бы я не рассказала цену сумки, то наверняка кто-нибудь бы нашелся и просто бы написал, охренеть, я только что посмотрела. Но стоит столько, ты типа с ума сойти. Поэтому я просто сразу облегчила людям жизнь, чтобы никто не мучился, не искал. И сразу сказала, ну да, это много. Знаешь, я в такие моменты, когда понимаю, что, ну, было бы прикольно сказать цену, ну, не то, чтобы полупендарить, а просто, ну, удовлетворить интерес, так сказать, зрителя. Потому что мне всегда интересно. Мне тоже всегда интересно, когда что-то кто-то покупает. Я хочу знать, сколько. Я не хочу заходить на сайт, хотя я в итоге могу зайти и сайт посмотреть, но мне сразу хочется, чтобы мне сказали. И вот, короче, я говорю в долларах, потому что, типа, там тысячи долларов звучит гораздо приятнее, чем столько. Ну да, да. И, ну, я сейчас примерно говорю в сознании, не просто, а просто от балдыга. Вот, а так, да, мне гораздо легче воспринимать. Я понимаю, что такие же деньги, но, блин, тысячи и сто тысяч для нас, живущих в России, все равно... Это, знаешь, то же самое, что я когда в интернете сижу, смотрю, какие-то украшения, еще раз что-то вижу, там, типа, 600 долларов. Думаю, блин, вообще кайф-пейки, 600 долларов. Перевожу в рубли, и такой, он... Ладно, мне это не надо. А там балдеж. Ну да. Кстати, я тут поняла, что после Dior это самая дорогая сумка. У меня, ты прикинь? Много, не конечно. А также... Гуча сделала дешевле. Она 111 была. Обалдеть. У тебя же тоже такая? Да, такая же. Красивая она вообще. Я уже сказала, что все. У меня ремонт, девочки. Мне еще нужно заплатить юристу, который будет оформлять все это. Не знаю. Он мне сказала, что на следующей неделе стоит. Так волнуюсь, что он ценник какой-то поставит, и я такая, блин. Не буду. Не буду. А что, без юриста такой нельзя сделать? Можно, в том-то и дело. Просто это геморр, это нужно куда-то идти, собирать какие-то документы, кому-то звонить. Не надо рассказывать, поняла. Это вообще, блин, не знаю. Ну, посмотрим, заряд, сколько он скалит. Ну, слушай, учитывая то, что перевод в том, что у нас как-то неизвестно снести стену тоже будет стоить денег. В смысле, не за работу кто будет сносить, а вот за разрешение. И все равно, типа, как перепланировка или что-то такое, тоже за это надо заплатить. Но я не знаю наверняка это. Я все узнаю на следующей неделе. И через две недели у меня будет дизайн. И скоро я вам покажу просто все. Во-первых, перепланировку, но, блин, просто знаете, что у меня будет гардеробная. Все, я мечтаю об этом. Мне принесли мой филе миньон. Очень маленький он, конечно. И я вот один маленький кусочек сделала, даже меньше этого. Картошечка. У меня вино. У Карины вот такой стейк. Без картошки. Так что будем кушать и болтать. Я уже дома. Выпила сегодня три бокала вина. Знаете, я даже не помню, когда последний раз я просто сидела в ресторане с подружкой. Пила вино. Я обычно всегда на машине, поэтому никогда в ресторанах ничего не пью. Только, ну, там, дома могу. И это был такой кайф. Такой кайф было. Просто взять в ресторане, покушать вкусного стейка. Выпить вина. И потом поехать не на своей машине домой. Ну, короче, просто расслабилась. Очень классно. Мы с Кариной болтали вообще обо всём, что только можно было. Ну, мы, в принципе, с ней всегда болтаем обо всём. Мы знаем друг про друга всё. Я думаю, что многие из вас, конечно же, задаются вопросом, почему я никак не комментирую ситуацию, которая сейчас происходит между Арменией и Азербайджаном. Я бы хотела сказать только то, что мне очень жалко людей. Мне очень грустно, мне очень тяжело осознавать то, что идёт война. Но больше, наверное, я ничего не могу сказать. Я просто хочу, чтобы люди знали, что идёт война, что это всё не шутки какие-то, что это всё очень серьёзно. Мне безумно жалко людей, молодых парней, которые погибают. Конечно, я очень много всего слышала и от Карины, и от дедушки, и от знакомых, и в интернете очень много всего. Но я, во-первых, хочу сказать, что я не принимаю никакие стороны. Я за то, чтобы просто люди не страдали, я за то, чтобы люди не умирали. Я не могу сказать, что мне постоянно пишут в директ, типа, Юля, прокомментирую как-то ситуацию. Скорее, нет, чем да. Но при этом я чувствую ответственность, что если я это никак не прокомментирую, то как будто бы мне всё равно, но это не так. Хочу, чтобы вы знали, что мне не всё равно, что я очень за это переживаю и очень надеюсь, что скоро всё закончится. Я бы очень хотела провести в этом видео розыгрыш на наряды, которые я подготовила для моих подписчиц. Но, блин, конец видео у меня такой немножко грустный и такой серьёзный. Поэтому надеюсь, что вы не обидитесь, если я в следующем влоге разыграю эти наряды. У меня их очень много. Поэтому, пожалуйста, ждите следующий влог. Будьте активны. Там всё будет так же просто, как и в том видео, где я разыгрывала платье. Нужно будет просто написать ваше имя, какой наряд вы хотите. Я их пронумерую и написать ваш ник в Инстаграме. И я передам его лично вам в руки. Поэтому ждите следующий влог. Там я разыграю наряды. И потом устрою встречу с девчонками и Адамом платье. Вот. Ну и ещё хотелось бы добавить немножко хороших новостей. Мои родители прилетели в Москву из Турции. И я очень счастлива, что они сели. Вот только что у меня мама написала, что они приземлились. Всё хорошо. И я просто очень рада, что всё с ними в порядке, что они дома в Москве. Так что помимо всяких классных новостей, интересностей, также скоро я вам покажу дизайн, проект моей квартиры. Я очень-очень волнуюсь. Но всё, что я вам могу сказать, что на том месте, где я сейчас сижу, будет гардеробная. По нашим замыслам, задумкам. И в этой комнате в гостиной будет спальня. Это всё, что пока я вам могу рассказать. И мне, честно говоря, не верится. О, ты мой маленький. У меня здесь, видите, вещи сухие, их нужно разложить. Вот тут мой маленький малыш лежит. Мама тебя видит. Причём лежит на своём полотенчике. Ты мой сладенький. Скоро папа приедет. И мы будем все вместе обниматься. Ёйка, не хотела одна в комнате. Нет-нет-нет, нет-нет-нет, лежи там. Проблема маленьких собачек заключается в том, что как только я на неё посмотрю, она думает, что нужно бежать ко мне на ручки. И это приглашение. Ну да, я её люблю. Мою рыбку. Всё, я на тебя не смотрю. В общем, ребят, на этом всё. Извините, если влог получился каким-то коротким, непонятным. Очень много музыкальных вставок было. Но у меня просто неделя такая была. Но уверена, что следующая неделя будет более насыщенной, активной. И я постараюсь включиться в работу. Во влоге радовать вас. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. И всем пока.